МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Мария Губина. Ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесплатный Wi-Fi в Великом Новгороде и облачная система учёта энергоресурсов. Первые итоги участия губернатора Новгородской области Андрея Никитина в Международном форуме инновационного развития. Последствия затянувшегося сезона дождей. У башни какой обвалился грунт? Есть ли угроза Кремлёвской стене? Открой рот с выражением. В Великом Новгороде прошёл чемпионат по чтению вслух. Великий Новгород стал одним из российских городов, где сегодня был открыт кванториум. Виртуальные красные ленточки были одновременно перерезаны из главного технопарка страны в Сколково. За происходящим в Москве и Великом Новгороде наблюдали наши корреспонденты Алена Сувтина и Юлия Бабич. Сегодня здесь в Сколково помимо подписания важных соглашений, открытых интервью, лекций и всевозможных встреч, состоялось событие, которого без преувеличения ждали тысячи мальчишек и девчонок по всей стране. В торжественной обстановке было открыто сразу 17 детских технопарков кванториум, среди них и наш новгородский. Я и вам, и себе желаю успеха, и я обещаю, что это только первый кванториум, но далеко не последний на территории Новгородской области. У нас с вами будет много ярких, неожиданных задач, много новых открытий, которые вы совершите, придя сюда в стены кванториума. Ну и, конечно, мы вместе будем делать все, чтобы через те проекты, которые здесь реализуются, помогать людям с ограниченными возможностями создавать проекты, которые помогут людям жить лучше, жить интереснее. Великий Новгород, приветствуем, вы на связи. Здравствуйте! Великий Новгород приветствует вас! Теперь у нас есть место, где мы можем не только изучать, но и творить. 16 юных изобретателей торжественно презентовали наш новгородский кванториум. Какие возможности здесь открываются, эти ребята знают не по рассказам. Что можно придумать и создать, хотя бы для начала, проверили на презентационных мастер-классах. Направлений в новгородском детском технопарке пока четыре. К примеру, в этих помещениях идет знакомство с курсом Energy Quantum. Школьники методом пропоошибок собирают аппарат, который производит энергию. Есть солнечная батарея и есть, как можно сказать, ветряная мельница. И они соединены последовательно и заряжают при этом вот аккумулятор. И мы смотрим, когда этот аккумулятор дойдет до зеленого цвета, чтобы потом подключить его к нашей машине, чтобы она поехала. Конструировать машины для получения энергии – это еще не все. Теперь у юных новгородцев появилась возможность создавать собственный мир – виртуальный. Это еще одно открывшееся направление, где ребят научат разрабатывать виртуальные тренажеры и игры. Как результат, дети создают приложение виртуальной или дополненной реальности. Как вы можете увидеть, вот результат разработки приложения дополненной реальности. Дети создают подобное приложение. У нас есть метка, на ней есть логотип. Поверх этого логотипа наносится объект. А здесь расположилась часть высокотехнологичной лаборатории с 3D-принтерами. Здесь можно создать любую деталь или устройство. Это сердце Кванториума. Здесь идеи превращаются в реальные вещи. Умные машины еще предстоит настроить. Хай-тек или высокотехнологичная лаборатория прототипирования – это так называемая производственная база. Три остальные направления – IT-квантум, виртуальная реальность и Energy-квантум – открыты для любого новгородца, если ему исполнилось 10. Пока электронных заявок на обучение здесь подано четыре сотни. А в следующем году на средства федеральной субсидии планируется открыть еще три Квантума. В их числе – геоквантум и промышленный дизайн. Юлия Бабич, Алена Суфтина, Петр Самусов и Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Открытие Кванториумов состоялось в рамках Международного форума инновационного развития, который проходит в Москве. На три дня в Сколково съехались ведущие мировые эксперты, ученые, предприниматели и инженеры. На площадках форума губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал ряд соглашений. Например, совместно с Внешэкономбанком будет создана система мониторинга обеспечения лекарственными средствами, а фонд развития интернет-инициатив обеспечит бесплатный Wi-Fi в точках притяжения в Великом Новгороде. Также Андрей Никитин провел публичное интервью, темой которого стала цифровая экономика среди бездорожья. О новгородских ухабистых дорогах наслышаны все, кто задавал главный вопрос. Чем же внедрение современных технологий может помочь нашей области? Все предельно просто. Наш регион на самом деле уникален. Близость к столицам и Европе наличие газа и электросетей безусловно привлекает предпринимателей, которым важна логистика. А наш университет, который готовит и IT-специалистов и медиков, может быть интересен для развития стартапов на стыке IT и медицины. Телемедицина – как раз тот сектор цифровой экономики, который здесь и сейчас может сделать жизнь новгородцев лучше. Небольшая по населению, там живет всего 620 тысяч человек, и из них 300 живет в Новгороде и вокруг Новгорода, и остальные 300 живут по районам. И, конечно, когда большая территория и мало людей, там невозможно построить такую, знаете, например, классическую больницу с большим количеством врачей, потому что это очень дорого и очень сложно этих врачей туда заманить. Но люди-то хотят жить хорошо, люди хотят лечиться. И, допустим, то, что связано с телемедициной, то, что связано с технологиями удаленной диагностики и так далее, это все позволяет поднять качество жизни, при этом сделать это наиболее эффективным способом. И вот на самом деле это не разные вещи, работа над текущими проблемами, и проекты национально-технологичные инициативы, проекты цифровой экономики. Эти проекты – это просто способ решать текущие проблемы хорошо. Чуть позже в стенах Международной гимназии Сколково обсуждался уже вопрос современного образования, точнее того, чего ему не хватает. Строительство новых современных школ, в том числе и в нашем городе, не может решить главного вопроса – преемственности и ответственности. По мнению главы нашего региона, преемственность появится тогда, когда университет придет в школы, а в вузы начнет приходить бизнес. Тогда будет выстроена единая образовательная линия. Прокуроры, судебные приставы и дорожные инспекторы сегодня устроили совместную облаву на неплательщиков. Традиционно полем прицельной стрельбы электронного дорожного пристава по должникам стал съезд Сколмовского моста. В поле зрения сразу трех структур в первую очередь попадали должники по налогам. Уже по традиции ловить неплательщиков помогал дорожный пристав. Камера считывает номер проезжающего автомобиля, автоматически определяет владельца и наличие у него долгов. Если они есть, машину тут же останавливает сотрудник ГИБДД и передает в руки судебных приставов и налоговиков. Этот рейд был инициирован прокуратурой, потому что в последнее время задолженность по налогам растет. Основной целью и задачей данного мероприятия является прежде всего профилактика, а также понуждение нерадивых налогоплательщиков к уплате обязательных платежей. Налогов и сборов. Проезжающих мимо должников оказалось много. Они с трудом находили место для парковки автомобиля и даже выстраивались к судебным приставам в очередь. Добавим, что начиная с августа было проведено 7 подобных рейдов. По их итогам взыскано почти 900 тысяч рублей, наложено 37 арестов на транспортные средства. Опасения у рядовых горожан вызвал обвал грунта на валу у Кремлевской башни Какуй. Накануне со склона буквально съехал газон. Есть ли угроза обрушения стены детинца, выяснила Вероника Лебедева. Это Кремлевский вал в очередной раз продемонстрировал свой норов. Сознанием дела говорит про обвал грунта советник генерального директора Новгородского музея-заповедника Сергей Троиновский. Виной всему большое количество осадков, выпавших в последнее время. Из-за воды, которая в дождь стекает с крыши детинца, начал сходить верхний слой. Ничего катастрофического в этом процессе мы не видим. Хотя, конечно, зрелище неприятное. И в музее все-таки есть намерения, они были поддержаны в своем министерстве культуры, что необходима разработка проектной документации с тем, чтобы снять подушку, нарушившую за несколько столетий слой строительного мусора, обнажить предначальный склон вала. По словам Сергея Троиновского, запас прочности Кремля 2000 лет. Вал служит фундаментом для стен, но верхний слой важной роли не играет. Детинец не рухнет, уверены историки. К слову, земля у стен Кремля сходила уже не раз. О том, что ползневые процессы на валу имеют многолетнюю, многовековую даже историю, мы знаем по описям 17 века. Вот было большое наводнение в 1665 году, как раз на участке, где потом стена рухнула в 90-е годы прошлого века. И есть сообщение писцовых документов 17 века о том, что после этого небольшого оползня были забиты 22 сажения дубовых свай, такая шпунтовая стенка, как говорят строители, которая должна была удерживать вал от оползания. Были прецеденты связаны с оползанием вала со стороны Волхова. Там были заложены срубные конструкции, тарасы так называемые, в землю, которые держат сейчас нашу набережную фактически. До зимы место схода земли приведут в порядок. Специалисты продолжат наблюдать за изменением грунта. А в следующем году, если все же выделят финансирование, здесь начнутся большие работы. Вероника Лебедева, Савва Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение. Один из важнейших производственных блоков новгородского химического гиганта ПАО «Акрон» на днях отметил юбилей. 45 лет назад начал работу проектный институт. Наша съемочная группа побывала на торжестве по этому случаю. В культурном центре «Акрон» собрались те, для кого ГИАП – это не просто аббревиатура, а что-то родное. Дружный коллектив и любимое место работы. Среди гостей праздника – Нина Ефимовна Пенигина. Женщина трудилась в проектном институте 40 лет. Занималась проектированием электрооборудования азотной промышленности. Последние полгода на пенсии и очень скучает по коллегам. Вы знаете, вот за все 40 лет я не могу сказать ни одного плохого слова ни о ком и ни о чем. Очень дружный коллектив всегда был. Когда он остановился, потом, когда вот развивался. Новгородский ГИАП образовался в 1972 году. За 45 лет институт неоднократно менял свое название. Но главная задача оставалась прежней – комплексное проектирование предприятий химической промышленности, авторский надзор за строительством, пусконаладочные работы. Сейчас это основная проектная организация публичного акционерного общества «Акрон». Новый цех «Аммиак-4», который в минувшем году открывал президент Владимир Путин, также был построен по проекту ГИАПа. Хочу поздравить весь коллектив с наступающим юбилеем, пожелать ему здоровья, благополучия, пожелать развития не только компании «Новгородский ГИАП», но и всему холдингу «Акрон». В Великом Новгороде располагается главный офис ГИАПа, но он далеко не единственный. Работают подразделения в Петербурге, а также в Смоленское и Мурманской областях. На праздник приехали многие сотрудники, красивые и нарядные. Для них со сцены звучало немало поздравлений, в том числе и от руководства «Акрона». Сама идея о том, что в «Акроне» должен быть уже в «Акроне» проектный институт, я считаю, это просто блестящая идея. Это действительно будущее «Акрона» и настоящее. И то, что сейчас имеем, это большая гордость. Это единственное подразделение на «Акроне», которое 98% сотрудников имеют выше образования. На торжественном мероприятии многие сотрудники получили заслуженные награды, в том числе благодарственные письма губернатора и мэра. Поздравили киаповцев и творческие коллективы культурного центра «Акрон». Вероника Лебедева, Сергей Корнев, новости. Новгородское областное телевидение. Сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня рождения героя Якова Федотовича Павлова. В Алдае и Великом Новгороде прошли памятные мероприятия в школах и библиотеках уроки мужества. Осенью 1942 года группа красноармейцев под командованием старшего сержанта Павлова заняла оборону в четырехэтажном доме Волги и в течение почти двух месяцев, отбивая атаки врага, не давала ему пробиться к реке. Эту историю прежде знал каждый советский школьник. Впоследствии руины здания стали называть домом Павлова и считать его символом героизма, стойкости и мужества советских воинов. О судьбе Якова Федотовича Павлова и о его жизни после войны, о том, что это был за человек, нынешним новгородским школьникам на уроке мужества рассказали представители ветеранского движения, поисковики, новгородцы, лично знавшие героя. Он небольшой был любитель рассказывать о своих подвигах, и он считал по своей скромности, что он ничего выдающегося не сделал, он просто выполнил свой гражданский долг гражданина Советского Союза. И он считал, что каждый мужчина должен поступать именно так, не щадя своего живота, выполнять свои обязанности, защищать свою отчизну. Имя Якова Павлова тесно связано с Новгородчиной. Он родился в Валдайском районе и после войны вернулся на родину. Там в прошлом году был установлен бюст героя Советского Союза. А к столетию в музее уездного города открылась выставка «Сталинграда – бессмертная слава». Ветераны и заслуженные работники села сегодня были приглашены на благотворительный обед в новгородский ресторан, который участвует в гурме-фестивале. Эта трапеза открыла череду подобных застолий. И с большой долей вероятности в Великом Новгороде появилась новая добрая традиция. Особенностью гурме-фестиваля является не только аутентичность рецептов блюд участников. Все шесть лет существования организаторы удачно совмещали его соревновательную часть с благотворительной. В основном это были мастер-классы для детей, но в этом году новгородские кулинарные профессионалы угощали своими творениями представителей старшего поколения. Мы действительно предложили нашим ресторанам, участникам гурме-фестиваля, принять вот такую пока еще маленькую делегацию. Но поскольку все рестораны согласны работать в этом направлении, я думаю, что действительно такие обеды тоже войдут в традицию. И мы побываем еще с нашими ветеранами в самых разных ресторанах города и попробуем новгородскую кухню. Организаторы фестиваля приурочили проведение благотворительного обеда в кафе «Гостевое варенье» к двум праздникам, отмечаемым в октябре. К Международному дню пожилых людей и Дню работников сельского хозяйства. А гостями радушной хозяйки заведения стали ветераны из Савинского сельского поселения. Очень приятно, что сейчас идет гурме-фестиваль, и мы получили такую возможность поделиться с нашими ветеранами своей работой. Это, думаю, будет приятное знакомство для меня лично, для моего персонала, ну и для гостей, которые сегодня еще будут у нас в кафе «Гостевое варенье». Уважая труд ветеранов, мы не можем не поделиться тем, что сегодня рожает наша новгородская земля, а мы готовим это. Хозяйка угощала уважаемых гостей лакомствами, приготовленными из продуктов местных ферм и подсобных хозяйств. Но главным кушаньем на столе была гороховая каша с домашней колбасой из курдючного барашка – блюдо участник гормой фестиваля. Его рецепт Маргарита Стасенко привезла со своей родины, Моревского района, где такая каша – традиционное блюдо. Мы очень довольны. И такой прием, такой приятно даже все. Пришли тут, все нам улыбаются, все пальто снять, все это. Ну прям, директор, да как вообще-то, ну вообще умница. Ну это ж надо, и тем более она живет в нашем поселении. Ну как это так? Конечно, это очень приятно, очень. Максим Широковских, Савва Ушаков, Новости, Новгородское, областное телевидение. Чемпионат по чтению вслух с говорящим названием «Открой рот» в очередной раз собрал в Кремлевской библиотеке ораторов-любителей и профессионалов. На кону была путевка в следующий этап и шанс представить нашу область на состязание чтецов всероссийского масштаба. Настоящее чтение без правил, где название говорит само за себя. Это конкурс для ораторов, но со своими особенностями. Участникам чемпионата «Открой рот» предлагают прочитать вслух отрывок из случайного произведения. Казалось бы, что может быть проще, однако подвох в том, что попасться может самый неожиданный текст. Это очень смешно, когда на каком этапе вдруг неожиданно попадает текст под человека. Какой-нибудь брутальный мужик получает текст, написанный собой брутального мужика, а девочка с таким игривым голосом получает какое-нибудь любовное стихотворение прочесть. А может быть, все наоборот. Книга, которую чтец выбирает сам, изначально запечатана. На чтение вслух дается всего минута, на подготовку времени нет. Участник на ходу погружается в смысл, ловит темп и характер текста. Каждый справлялся по-разному. Что культурно-просветительное движение полетриата должно быть проникнуто боевым социалистическим духом, и целью его является вооружить рабочий класс знания, организовать его чувства при помощи искусства. Эта героиня уже знает основные нюансы состязания. В прошлом году Татьяна уже открывала рот на аналогичном всероссийском чемпионате. Мне кажется, фишка в том, что каждый человек, не зная себя, проверяет здесь, на этом конкурсе. Для того, чтобы не только лучше узнать себя, но и то, как ты взаимодействуешь со временем, со временем, с миром, с сегодняшним днем. Однако девушка признается, в этот раз выложиться на все сто не получилось. Уж больный текст своеобразный достался. Кстати, участвует во всероссийском чемпионате около 50 городов нашей необъятной. И в финале выигрыш может быть самым непредсказуемым. Есть несколько тысяч человек, которые занимают второе. И есть победитель, который забирает все. То есть забирает главный приз. А главный приз – это обычно какой-то совершенно ненужный, дорогой и ненужный в хозяйстве предмет. Ну, в частности, значит, холодильник выиграл человек с Владивостока. Говорят, увез его Владивосток из Москвы. Вот так открытый рот может привести к победе всероссийского масштаба. Но пока конкурс только региональный. Кстати, его победительницей стала Надежда Шумайлова, которая справилась с несвойственным ей текстом о вожде большевиков. Именно она представит Новгородскую область на следующем этапе чемпионата в Архангельске. Так пускай же ее рот не подведет. Ольга Ионова, Людмила Александрова, Андрей Константинов. Новости Новгородское областное телевидение. Это почти все на сегодня. Интересной информацией вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди еще один сюжет реклама и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. В центре «Диалог» открылась московская выставка продажа «Здоровье нации». Любой желающий здесь может абсолютно бесплатно проверить работу сердца. Кроме того, на выставке за умеренную плату можно проверить сосуды, зрение и состояние всех внутренних органов. Для посетителей выставки представлен ассортимент товаров для здоровья. Их можно на месте опробовать в действии и, конечно, приобрести. Массажная подушка, которая предназначена для улучшения кровообращения мышц спины. То есть ставится либо на шейный отдел, либо на грудной, либо на поясничный. Также массажеры для ног. И аппараты для профилактики лечения глазных заболеваний, таких как катаракта, глукома, близорукость, длиннозоркость. Проверить работу сердца бесплатно можно с помощью кардиовизора. За три минуты результат выдается на руки на двух листах. Всё быстро и удобно. Для диагностики не требуются документы. Среди представленных товаров также выделяются полезные украшения. На выставке «Здоровье нации» можно подобрать лечебные аксессуары на любой вкус. Магнитные браслеты для стабилизации артериального давления снимают мышечные суставные боли, метеозависимость. Здесь идёт медицинский сплав «Титан, Роди и Пазолота». И на каждом звене есть магнит. Добавим, все представленные товары можно попробовать и приобрести по ценам производителя. Выставка продажи «Здоровье нации» будет работать в Центре диалог с 10 до 18.00 до 2 ноября.